Для того, чтобы повысить качество стоматологических услуг, мы идем в ногу со временем, и в нашей клинике мы используем современные технологии, методики, материалы и инструменты. Современный дентальный микроскоп – одна из таких технологий. Как же помогает микроскоп в работе врачу? Прежде всего, это очень большое увеличение рабочего поля, практически до 35-кратного увеличения, плюс направленный очень мощный свет. Это нужно для того, чтобы не упустить важные детали при работе врача-стоматолога, а именно – обнаружить скрытый кариес, полностью убрать старую реставрацию, обнаружить в устье корневых каналов, грамотно и правильно распломбировать каналы, не пропустить скрытую перфорацию и трещину порни. Чаще всего дентальный микроскоп используется при эндодонтическом лечении, потому что очень сложно обнаружить невооруженным глазом устье каналов, устье дополнительных каналов. Очень часто пациенты приходят и спрашивают, для чего лечить им зубы под микроскоп. Мы им объясняем, что у пациента имеются особенности анатомического строения корня, расположение каналов, направление каналов, формы, длины и ширины канала. Использование оптики в данном случае необходимо, но дентальный микроскоп используется не только в эндодонтии. При постановке пломб, исполнении сложных реставраций он тоже дает свои результаты. Дентальный микроскоп используется в любой области терапевтической стоматологии. В стоматологическом комплексе президент Марина мы уделяем большое внимание новейшим технологиям и качеству лечения. Чтобы записаться в стоматологический комплекс президент Марина к врачу-терапевту, нажмите, пожалуйста, эту кнопку. Не пропустите новые ролики. Подпишитесь на канал сети стоматологических клиник президент. В детской стоматологии очень замечательный кабинет. Он хорошо оборудован. И самое замечательное, что есть экран с мультиками перед ребенком. Ребенок открывает рот, уже не успев сесть в кресло. Герметизация фессора – это профилактическое мероприятие, которое направлено на снижение рисков появления кариеса. Жевательные зубки неровные, состоятся из бугорочков и бороздочек. Эти бороздочки как бутылочное горлышко, узкое входное отверстие и широкое основание.